Держана победа 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 командные принципы игроведения, поэтому с этой точки зрения мы Игорю решили таймс играть, дать, потому что он в принципе в хорошей физической готовности, это показывает наша система определения функционального состояния, он хорошо переносит нагрузку, но понятно, что есть еще какие-то моменты, где даже нам по большому счету еще времени не хватило, чтобы рассказать ему, что именно от него требуется. Да, какие-то нюансы мы подчеркнули на общекомандные установки и на теоретических занятиях, но в индивидуальных беседах мы еще конечно будем до футболиста доводить, до Игоря именно по его функционалу, именно что нужно делать в его позиции для того, чтобы быть эффективным на футбольном поле и приносить пользу команде. Сегодня не было Александра Селявы, тоже по причине травмы, если я не ошибаюсь. Играл сегодня Влад Кролик, довольно молодой футболист 2005 года. Как оценится Влада сегодня на футбол? Саша, да, у нас работает сейчас индивидуально, у него есть небольшое повреждение кистевого сустава, да, кисти вернее. Поэтому с этой точки зрения нам очень важно было сегодня дать сыграть и Владу Кролику, но мы выбрали его в позицию опорного полузащитника. В целом он отыграл 70 минут. Вот потом Дима Нижник вышел, мы перестроились на немножко другую тактическую модель игры. Но в целом еще раз говорю, что ребята молодые, вот в сопротивлении с командами высшей лиги в этом сопротивлении они будут быстрее прибавлять, быстрее расти, потому что понятно, что накал борьбы в таких матчах намного выше, чем на уровне молодежного первенца. Поэтому важно, что Влад и Дима почувствовали этот накал и любой, кто вышел на сегодня на футбольное поле, они естественно растут в этом отношении. А Саше, конечно же, желаем быстрее вернуться в строй, потому что травма такая, которая позволяет ему тренироваться и держать себя в тонусе. Единственное, что пока не хотелось бы, чтобы он именно за счет этой руки контактировал, потому что есть болевые ощущения. Но я думаю, что еще дней 5-6 и Саша вернется в общую группу. Сделаем специальную лангету ему для того, чтобы в голове у него не было вот этих опасений, что там болезненные ощущения. Поэтому я думаю, что медицинский штаб все сделает для того, чтобы он уже вернулся в общую группу в ближайшее время. И сегодня, и в прошлую субботу наблюдались некоторые вопросы по реализации. То есть команда создает довольно много моментов, но не все получается реализовывать. Напрягает ли это на данном этапе подготовки, волнует ли? Здесь такой момент, что, конечно, я требую от ребят более высокой реализации, но важно понимать, что это исполнительское мастерство. В основном эти ситуации возникают вблизи ворот соперника, когда очень высокая плотность сопротивления со стороны соперника, обороны соперника. Естественно, что здесь уже хладнокровие и исполнительское мастерство – это решающее значение имеет вот в таких эпизодах. Но, знаете, футболист, когда имеет такой момент, все зависит от его хладнокровия, чтобы он исполнял эти моменты. Самое главное, что мы эти моменты создаем. Но на реализации, естественно, есть определенные упражнения, где мы работаем именно вблизи ворот на завершающей фазе. Поэтому здесь только количество и только эффективность в тренировочном процессе может перерасти в качество в официальном матче. Я всегда ребятам говорю, что любой эпизод даже в тренировке, когда вы перед воротами находитесь, когда вы стремитесь забить гол, когда у вас есть вдохновение от этого, что вы исполняете и забиваете гол, то тогда и это переносится на игру. Если в тренировке, условно, ты имеешь голевой стопроцентный момент и не забиваешь гол из выгодной ситуации, и при этом воспринимаешь это, что ничего страшного, завтра у меня будет такой же момент и у меня получится, вот это не очень хорошая ситуация. Поэтому только-только, как я говорю, инстинкт хищника, то есть постоянно-постоянно видеть жертву в лице соперника и видеть ворота и забивать. Только цель имеет и значение имеет это только забить гол и, естественно, голы будут приносить нам успех и победу. До Суперкубка остается две недели. Можно ли уже говорить о том, что у вас сейчас, скажем так, наигрывается состав на этот матч или пока все же это более экспериментальный формат? Нет, еще пока нет основного состава. Еще раз говорю, мы пока одна команда в обойме. Все ребята, естественно, что каждый имеет шанс попасть в стартовый состав на первый официальный матч. Я думаю, на следующей неделе, уже в конце следующей недели, в последних контрольных матчах, мы будем где-то уже потихоньку определять, наверное, стартовый состав на ближайший официальный матч на Суперкубок. Довольны ли тем, что Суперкубок пройдет в Солигорске, как в целом тот стадион, в котором будем? Ну, мы не выбираем поле, да, знаете как, скажу так, что сильные команды, сильные личности не выбирают поле боя. Они все делают для того, чтобы выиграть битву. Вот поэтому нам без разницы, где играть. Наша цель выиграть этот матч и завоевать Суперкубок. КАЕЗБ�к КАЕЗБР КАЕЗБР